Наконец-то эту многострадальную улицу Калинина стали ремонтировать. Вон, видите, женщина в зеленой маечке, армяночка. Я еще ее молодой девушкой помню, еще с советских времен. Предлагает евро, доллары, золото. Уже бабушкой стала, а все никак не успокоится. Наконец-то здание культурного наследия, где магазин эталон стали реставрировать. А это, друзья, памятный знак, который нам оставили чехословацкие строители. Как вы знаете, в Советском Союзе строили газопровод «Союз» с Оренбурга в Прибалтику. И всевозможные такие серьезные объекты строили страны социалистического лагеря. И вот газопровод, который проходил по части Благоградской области, а в частности через Камышинский район, досталось строить чехословацким строителям. Вернее, чешские строители строили промышленные объекты, а социальные – словаки. То есть, если быть точнее, шестой микрорайон построили словацкие строители, а чешские строители построили завод «Ротор» по ремонту газоперекачивающегося оборудования и газокомпрессорную станцию в Антиповке. И эти чешские дома, вернее, словацкие, просто чешские, их так проще называть, до сих пор ценятся в Камышине. В 80-х годах дунуло немножко Европой в Камышине. Сейчас, друзья, зайду в мою любимую столовку, Миленку, покушать. Люблю эту столовую, привык к ней, и все. Вот взял гороховый суп с копченостями, рис с соусом, с котлетой, толсточка хлеба и компот. Заплатил 154 рубля. Вот еще достопримечательность города Камышина. Две 12-ти этажки. Четвертый микрорайон, дом 31, построен в 1974 году. Четвертый микрорайон, дом 32, построен в 1975 году. И наверняка вот на последних этажах у особистов или у оперов есть телескоп или зрительная труба на 500 крат, где они подглядывают в окна и дают наводку на граждан Камышина, которые ведут себя непотребно. Редактор субтитров Э.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...